за окошком дождик стучит скоро ночь уже вечереет я решила с вами немножко пообщаться приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова и так мои хорошие новый процесс который я скорее всего назову моя нежность продолжается ох и намучилась я с этим процессом вот решила с вами немножко пообщаться показать что у меня уже получается ответить на некоторые ваши вопросы ну и собственно говоря поделиться некоторыми своими впечатлениями напомню что спонсором этого замечательного проекта является магазин бобин который предоставил вот эту пряжу ситал где есть сейчас в этом магазине идет распродажа кстати коль мы заговорили о распродаже сразу хочу вам задать вопрос я урвала сделала заказ сегодня в магазине бобин вот этой пряжи фиджи пожалуйста отзовитесь кто-нибудь кто из нее вязал это шнурок представляете шнурковая пряжа где меринос и хлопок и стоит сейчас это пряжа вы не поверите 248 рублей 5 моточков по 50 грамм я посчитала она практически 50 рублей стоит 50 грамм вот этой пряжи я не знаю что это за пряжа я заказала два оттенка сейчас я вам их покажу то есть первый оттенок это вот такой голубой вот такая шнурковая пряжа а второй оттенок который я заказала это так что-то не туда щелкнул а вот такой вот вы видите его в корзине у меня на сайте он как же мне его найти вам показать вот он вот такой бежевый светло-светло-бежевый меня а как бы подхлестнула ну во первых цена нереально дешево до 50 рублей за 50 грамм вот этой пряжи и то что в составе этой пряжи вы посмотрите какой состав акрил меринос и хлопок причем акрила всего здесь 20 процентов мериносовая шерсть 60 процентов и остальное все и так понимаю хлопок или сейчас сейчас подождите пряжа из строицка они 20 процентов мериносовая шерсть 60 процентов хлопок и 20 процентов акрил но когда я посмотрела вот поближе на эту пряжу но я не могла устоять я не знаю что я буду вязать из этих вот оттенков то есть голубой и вот этот вот вот два вот таких оттенка между собой они между прочим очень хорошо сочетаются и если посмотреть поближе на эту пряжу смотрите это вот такой шнурок я так понимаю что это хлопковый шнурок набиты вот этим мериносом ну и и какое-то добавление акрила а может быть нам плед связать но в общем я очень надеюсь на ваши комментарии и кто вязал из этой пряжи и что вы вязали напишите пожалуйста но и кто не знает до 12 часов ну до утра утром там меняется все вот эти вот товары в распродаже которая на каждый день но сейчас вот это сегодня в распродаже троицкая пряжа по скидке 23 процента и вот это пряжа фиджи стоит видите 248 рублей за 5 моточков 50 рублей моток получается короче вот такой был мой сегодняшний заказ я сегодня тут лампу включила и целый день я вязала свой этот проект из пряжи сетал девочки я первый раз вижу из такой тонкой тонкой пряжи она тонюсенькая если пересчитать на 100 грамм то получается в ней 600 метров 600 метров 100 граммах в общем намучилась я если вы обратите внимание сейчас здесь нет айкорда который я вам показывала как вязать ну как бы все остается в силе я имею ввиду как вязать айкорд все эти знания как говорится как говорила моя мама не носить за плечами все конечно пригодится вот он мой айкорд его уже не распустить потому что я вязала самыми тонкими китайскими спицами и вот все что я могла распустить я распустила а это уже ну если очень постараться ну не стала это трогать потому что вроде бы то хватит пряжи с запасом поэтому думаю ну чё я буду голову морочить не хватит значит буду мучиться распускать хватит значит просто выброшу значит вот мои впечатления об этом айкорде значит все хорошо но как я не меняла спицы все равно вы посмотрите какие вытянутые петли и потом я привязывалась стала вязать ну дальше и мне не понравилась вот это вот вытянутая дорожка поэтому айкорд для такой тонкой тонкой пряжи на мой взгляд не подходит но зато я уже знаю где я применю эти знания мне очень хочется связать накладной карман который будет отделан вот айкордом а просто со всех сторон вот даже если вы сейчас вот у кого есть внутреннее воображение если вы вот так посмотрите как это красиво будет обрамление смотреться в кармане но опять же только не из этой пряжи пряжа будет может быть даже вот это и фиджи так что вот такие у меня дела вот такие мои шишки четыре дня мучилась думала думала как вязать сначала потом уже придумала как вязать стала вязать не получается и сегодня можно сказать за сегодняшний день самого утра я связала вот это как говорится долго запрягала но вроде то быстро уже поехала значит что хочу сказать об этой пряже вы видите как во первых я сделала окантовочку низа резинка я точно не хотела ой прошу прощения за мои вот эти вот мозоли все никак не пройдет мой мозоль который я натерла когда вязала плела вернее сумку макраме представляете как долго заживают руки вот здесь вот я это все как бы эти раны но ничего как говорится раны руки рабочие руки творческие вот значит что я сделала во первых я связала обычной платочной вязкой и меня сейчас все вполне устраивает если по петлям вам сказать то здесь у меня 114 петель 114 петель я сначала вязала вот эту вот платочную вязку на спицах 1 ой 325 дальше пошла вязать вот здесь даже вот эту дорожку видно вот где-то сантиметров 5 провязала дальше пошла вязать как рекомендует производитель самая крайняя точка спицами три с половиной и мои хорошие чешки что я хочу вам сказать как же я обрадовалась когда вспомнила про свои деревянные спицы с алиэкспресс кто недавно со мной на канале вот я вам показываю этот набор здесь здесь неимоверное количество деревянных бамбуковых спиц и набор стоит 600 рублей но во всяком случае я тогда его покупала за 600 рублей кому интересно заходите во вкладку в сообществе там есть опуститесь вниз но в посты все то что я там все это нужную информацию до вас доносила там есть информация о спицах и ссылка где купить если она конечно еще рабочая вот так что кому интересно найдете спицы потрясающие если вы помните я вам показывала что я начинала вязать и вот это так айкорд это были спицы ади они очень скользкие для вот этой пряжи вообще как бы махеровая пушистая пряжа вот такая альпака это не махер это альпака здесь и с добавлением шелка это нужно вязать на деревянных спицах какое же облегчение я почувствовала когда перешла с ади на деревянные спицы вот она это моя троечка три с половиной сейчас вот эти спицы и я вот это связала за утро и за целый день но согласитесь но по моему внушительное полотно для такой тоненькой пряжи полотно летящее полотно воздушное она нежнейшие и вот посмотрите какая разница вот здесь вот такая как бы корявая вязка кажется да это не отпаренное полотно полотно которое вот пониже вот это полотно я ударами по пара не касаясь самого полотна утюгом я просто прошлась и она это еще не проходила в это у то есть я его не стирала просто обработала паром посмотрите какая нежность да конечно здесь присутствует рядность но я на это вообще никакого внимания обращать не буду потому что это очень очень тонкая пряжа и как бы связать и стакан из такой тонкой пряжи до безрядности но я еще наверное не достигла такого мастерства мне нравится она воздушная вы час вот просто вот так подниму посмотрите как она красиво драпируется то есть у меня уже возникла идея можно прям связать какую-то кофточку которая будет хорошо присбариваться вот на линии талии вот прям такой жакетик у меня почему-то возник красота красивая это просто шикарная нежнейшая она вот касается тела и не хочется убирать его не колется от слова вообще вот просто вообще хотя 6 как пальпа когда коза которая должна как колоться но не с этой фирмой и baby baby весь мохер от baby baby и вот это пряжа сетал она абсолютно гипоаллергенная она не полится от слова вообще так что значит что по расходу мои хорошие как вы думаете сколько вот сюда ушло моточков на вот это полотно значит полотно в высоту уже где-то больше 30 сантиметров ширина полотна у меня 52 сантиметра получилось на вот этих 114 петлях и ушло сюда вы не поверите значит ну 20 сантиметров если посчитать вверх это ушло 25 грамм вот это у меня второй моточек пряжи вот видите вот это осталось от 2 моточка 25 грамм то есть настолько экономично что ну казалось бы дорогая пряжа но опять же все же относительно посмотрите сколько она сейчас там стоит я честно говоря уже не помню вот но такой экономичный расход что на самом деле получается не так уж и дорого для такого класса пряжи да поэтому рекомендую сетал это просто любовь навсегда мне уже хочется еще что-то связать вот мне кажется я прям после этого кардигана свяжу еще джемпер наверное джемпер без без застежки просто вот лодочкой может быть пущу самый минимальный какой-нибудь очень легкий ажур ну вот что то мне очень хочется даже если просто связать лицевой гладью смотрится просто потрясающе и очень очень приятная к телу и теплая вещь в общем такая вещь и на лето и на зиму да куда угодно так что вот мои хорошие спицы рекомендую у меня гульнара моя подписчица активная подписчица кстати задала мне вопрос по поводу вот этих китайских спиц которые металлические на тросике она задала такой вопрос ваше мнение о них не изменилось но по прошествии времени по мере того как вы их использовали так вот мои хорошие эти спицы я хочу еще заказать вот именно набором они потрясающие тоже то ли 500 то ли 600 рублей вот этот вот набор спит стоит еще вот такой крючок здесь вдобавок единственное что неудобно но вот эти китайские как бы размеры непонятные нам я вот маркером понаписывала где у меня какой размер и проблема решилась потрясающие спицы за 500 рублей вот такой набор еще еще вот в таком органайзере короче вот эти две вещи вот эту вещь и вот эти деревянные девочки не пожалеете я понимаю что это конечно не оливковые спицы от ади там или от книт про или еще какой-то знаменитой фирмы но я вам хочу сказать очень хорошие спицы я ими часто вижу особенно когда вижу по кругу и мне не хватает ади там двух размеров я вижу горловины на двух парах спиц я ненавижу magic club поэтому мне приходится использовать две пары спиц и вот иногда не хватает размера ади же начинается от трех с половиной а мне допустим нужно три и мне не хватает вот этого набора потому что тройка только в одном экземпляре мне нужно две пары спиц поэтому однозначно буду заказывать еще вот это эти спицы чтобы мне было удобно вязать так что вот мои хорошие вот такое сегодня коротенькое видео меняйте металлические спицы на деревянные если вяжете особенно пряжу составе которой есть шелковая ниточка скользкую пряжу с фискозой и вы сразу сразу дело пойдет ну а я на этом буду заканчивать сегодняшнее такое спонтанное видео как говорится на сон грядущий вот я желаю вам всем творческого вдохновения неимоверного полета фантазии я вас всех люблю обнимаю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока